демонстрации закона мёрфи который гласит о том что гласит что событие которое обязательно должно произойти ни в коем случае придет особенно если за ним кто-то наблюдается вот я больше не буду заниматься публичным программированием потому что это все еще не получится только все отвернулись конечно значит там все встал на свои места вот значит там apply shift вот этот который значит пишет за пять минут на самом деле то конечно существует некоторая объективная проблема когда пишешь программу данность это и время летит быстро и вот я сегодня утречка начи дописал это все да но когда я посмотрел время кого что-то потратил 40 минут но вот 40 минут а пол пары значит от не годится так делать вот то есть даже если бы все пошло хорошо снова не успели у меня с перебро на половину вот так вот вот значит у нас остановили две недели назад на том что у нас не получилось и писать apply shift прямо тут ну вот но удалось это выписать прямо там вот все все те соотношения с парами которые писал не казались верными да значит но почему-то вот значит они не работали ну вот а вот она все написано наверное уже не смогу это объяснить я забыл но короче говоря у нас раньше была семантика выражение она возвращала нам преобразовать состояние нет функции состояния значения а теперь она возвращает на пару ну вот значит теперь нужно просто все это превратить его в пары да соответственно видите значит там вот это уж и в то уж и в то есть последняя пара это значит то что мы чем затыкаем дырку да вот ну вот тогда ну и так далее в общем все кратно расписать вот c это это текущие текущие выражения с дыркой мы подставляем его мы применяем его извините дэс е это 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 следующая дырка вот значит это самое это на самом деле вот текущая дырка то то что после вдруг а c это выражение с дырок вот мы значит выражение представляем выражение с дыркой c от а видите да получаем пару ну и все значит значит и shift и а план и shift shift нас применяют только для тех операторов которые лево ассоциативно то есть это вся наша арифметика поэтому тогда получается очень целый тип то есть никакой анализ тип типов не требует сразу вращается целое число да и целый тип то значит и функции преобразования состояния вот все остальное значит здесь ничего не поменялось на самом деле то есть если посмотреть аккуратно сюда то здесь в моему но я единственно что расставила здесь проверку типов для логических и логических и булевых операторов да вот видите значит здесь мы распознаем выложена уже выложена вот значит ну вот для 10 лентарной проверки да что когда мы делаем там больше меньше меньше больше то то есть игрек и когда мы видим логику вот здесь мы делаем лои куда дочь когда мы делаем принять взялся нам надо чтобы оба операнды были логические тогда же тот логические иначе мы сообщаем ошибки вот если мы делаем сравнение то у нас оба пиран должны быть целыми результат логически да иначе ошибка ну а дальше есть иначе ничего не поменялось и просто вот все так и осталось все здесь работы про за счет того что мы правильно определили переопределили значит shift apply понятно да вот эти вот эти вот четыре там пять срочек не поменялись состояние тоже не поменял что-то динамической симатикой не трогали вот вы менялись конечно операторы для этого не дошли прошлый раз вот значит ну давайте аккуратненько пройдем как они поменялись значит что касается оператора присваивали то что мы должны сделать во первых мы должны смотрите мы должны сказать что 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 перемена которая стоит слева находится в позиции присваивания на 3 фолст значит она находится у нас там значит у у парсера значит имен у нас есть два параметра да это во первых это окружение данный вот теперь и это флажок который говорит о том в какой позиции находится то имя в позиции определения или используя если находится в позиции определения имя слева присваивали конечно позиции определения тогда во первых смотрите что тело мы получаем из этого имени во первых его собственное имя до значит его тип Вот они. Вот у нас имя, которое мы в прошлый раз разбирали. Видите, оно возвращает нам само имя, тип в данном окружении и семантику, то есть вычисление значения этого имени в данном состоянии. Вот, соответственно, смотрите, семантика не нужна, потому что это именно находится в позиции определения. Это его имя, это его тип. Дальше смотрите, что выражение нам тоже, когда мы разбираем данное окружение, оно возвращает нам тоже. Значит, прибрали, состоя, то есть в динамическом семантике, да, и тип, статическом семантике, да, значит, вот. Дальше, значит, мы что делаем? Тут такая недобаванная штука, на самом деле. Ну, тут... На самом деле, конечно, вот, если бы писать это дело формально, то было гораздо проще понять, да, но поскольку у нас нет на это время, времени, то мы будем разбираться в сложных терминах. Вот, значит, тут смысл такой, если мы присваиваем переменную какую-то, да, то мы должны, ну, во-первых, у нас такой язык, такой маленький, да, в котором нет конструкции описания переменной. Понятно, да, то есть просто мы их используем, и все. Вот, поэтому, когда мы присваиваем переменную, мы не знаем, какой у нее тип, да. И все, на что мы можем опираться, это на то, что вычислили мы для нее уже тип или еще нет. То есть тип у нас бывает такой, он может быть целым или в улице, он может быть очень неопределенным. Да, переменная, к которой мы ничего не присваивали раньше, она имеет неопределенный тип. Так вот, он заключается в том, что если у переменной тип неопределенный, то мы можем его определить как тип того выражения, которое мы присваиваем. Понятно, да? Вот, а если он определенный, то он не должен поменяться. Понятно, да, если мы, допустим, одну переменную использовали как целую, да, то мы уже не можем присвоить его близкое значение, потому что, ну, это плохо. Ну, почему это плохо, даже объяснить не буду. Вот, пока мы сделаем так, да, значит, вот. Вот, в данной системе, кстати, это ни к чему плохому не приведет, в общем-то, но, вообще говоря, лучше, чтобы тип не менялся. Вот, поэтому здесь мы просто проверяем. Смотрите, если тип неопределенный не является неопределенным и не равен типу выражения, который мы присваиваем, тогда мы говорим, что вот какой-то там другой тип ожидался. Да, то есть это у нас уже есть как-то каким-то образом вычисленный тип для перемены в данном контексте, в данном окружении. Да, и мы можем присвоить только значение того же самого типа. Ну, вот, значит, если все так получилось, если никаких неприятностей не произошло, да, тогда мы, смотри, что делаем, мы определяем эту перемену как имеющий тип Т, как имеющий тип получателя присваивания, да. Значит, семантина гидомическая не поменялась. Это то же самое выражение, которое было раньше. Ну, вот, аккуратно мы здесь проходим через все, да. Значит, вот, между прочим, здесь ошибка, но я не буду уже справлять, забыл просто написать. Здесь тоже нужно проверить, что вот, что касается чтения, да, то здесь точно такая же ситуация, да, либо тип ИК должен быть неопределен, либо он должен быть целым. Вот, то есть здесь я не поставил проверку, ну, и можно поставить, неважно, значит, вот. Опять-таки, если все хорошо, тогда мы определяем тип этой перемены как целый в данном окружении, и, значит, семантика гидомическая не поменялась. Ну, вот так аккуратненько надо протащиться, да, здесь везде. Значит, здесь у нас райд. Печатать мы можем только целые, эти самые целые выражения, поэтому проверяем, что тип здесь целый, ну, и так далее. В общем, короче говоря, здесь все более-менее очевидно. Вот, и... Вот, здесь вот есть наше пересечение, кстати, между прочим, вот в Али тоже написать пересечение. Ну, здесь тоже, здесь просто нужно написать вот тут, вот, вот тут, вот. Вот тут вот нужно написать пересечение, ну, ладно. Значит, пересечение у нас такое. Теперь у нас, раньше у нас это было просто, просто множество переменных, да, теперь это у нас множество переменных с типами. Соответственно, у нас теперь окружение превратилось из множества в мэп, да, значит, который отображает имена переменных в типы. Вот, все остальное, в принципе, осталось тем же самым, вот. Но на пересечении, да, мы должны поменять. Значит, мы здесь требуем, чтобы, когда мы пересекаем, чтобы обязательно существовали типы для всех переменных, которые... Если есть тип в одном мэпе, то в другом мэпе они должны быть одинаковые. Не может такого быть, что, идя по одной веточке, вы одну перемену определили, а в другой вы ее не определили или определили с другим типом. Обязательно должно быть одинаково. Опять-таки это следует за то, что в нашем языке нет определения переменной, нет конструкции определения переменной. Поэтому у нас на самом деле мы не можем отличать локальные перемены от глобальных. У нас может оказаться, что переменные везде глобальные, вы можете ими пользоваться в разных ветках, как локальные переменные, использовать их только так. Но тогда, когда вы садетесь в какой-то общей точке, вы должны убедиться в том, что у них типы одинаковые оказались. Иначе могут получиться неприятности. Ну вот, собственно говоря, что касается от программы и топ-левел, они вообще не изменились никак. Здесь мы встроили простейший анализ Тива сюда. И мы видим, что делать это достаточно просто. До тех пор, пока вам хватает лево-атрибутного разбора, это всегда будет вот так просто. Но его достаточно быстро уже перестанет хватать на самом деле. Хотя для большинства языков таких простых, почти всегда будет хватать. И здесь можно заметить, что мы добавили статическую семантику без изменения динамической. То есть просто статическая семантика отстекает какие-то программы до исполнения. Понятно, да, какие-то плохие программы. Ну вот, чтобы показать, возьмем, скажем, какой-нибудь там. Вот у нас был там какой-нибудь там. Интересно, вот такое что-то у нас. Это неинтересно. Ну, как работает определенность переменок, я вам показал в прошлый раз. Вот, например, вот такая программа. Кстати, она хорошая. Давайте напишем вот здесь вот так вот. Вот эта программа будет плохая, потому что, видите, у нас разные типы. Вот ее можно выполнить в старой семантике. И там все... Чего? Ну да, она же ничего не пишет. Сейчас, или пишет. Тест 1... А, ну, тест 2, потому что... Вот. Вот она исполнится. А если вы пытаетесь сделать в новой, то вы увидите, что, да, значит, что там будет плохо. Ну вот. Ну вот так. Значит, это то, что я возглажал с прошлого раза. Наверное, больше никаких демонстраций вот на экране не будет. Значит, вот. Значит, у нас осталось, отключая тогда 3 занятия, это следующее, и вот через раз. Вот. И я бы хотел... Ну, нам надо двигаться дальше, в принципе, да. У меня были некоторые варианты, да, значит, что рассмотреть. На самом деле, значит, после проверки статической семантики, на самом деле, мы занимались этим сейчас, после проверки статической семантики, там еще много есть интересного чего. Вот. И у меня были планы рассказать там про всякие интересные штуки, связанные с машинами, архитектурами и так далее. Но, в общем, я решил все это дело... Всем этим делом пожертвовать, значит, пожертвовать ради гораздо более... гораздо более универсальной темы. То есть я хотел бы рассказать немножко про типы данных современных языков программирования. Конечно, это будет... Ну, за три раза я не расскажу ничего особенно исчерпывающего. Ну, какой-то такой наброски вам расскажу. Значит, и нас будет интересовать... Вот под современным языком программирования, я имею в виду, на самом деле, то, что происходит в функциональных языках с эстетическим контролем типа, с выводом типов и так далее. На самом деле, в основном, это хаскилем эмэри. То есть буду откровенен. Вот. Есть довольно много языков, которые там типизированы не в такой мере, да, которые там... Ну, довольно много всяких интересных языков, которые, скажем, на основе Java, там на платформе Java машины. Вот. Но там все-таки есть существенные отличия. И... Ну, какие-то, значит, вещи, связанные с типами и диетипы, это просто эстетическая семантика. То есть это примерно эстетическая семантика, которую мы рассматривали вот только что, да, но гораздо в более полном виде, и гораздо более интересными свойствами. Вообще, для того, чтобы все это рассказать, ну, на правильном уровне, да, значит, там, со всякими правильными значениями и так далее, нужно там сначала заняться лендочислениями и так далее, но, конечно, у нас на это нет времени. Вот. Поэтому... Ну, с другой стороны, на самом деле, как? Ну, так, начать-то имеет смысл с неформальных каких-то... То есть сначала нужно примерно представлять, что получится, да, а потом уже смотреть, каким образом это получается, да, вот. То есть в этом смысле как бы то, что я сейчас буду делать, оно не является выраженным занятием. А на всякий случай, может быть, вы все это знаете, может, мне не стоит прорассказывать. Всякий там параметрический полиморфизм, там эти самые... Хиндли-Милнер система, там лет полиморфизм, value restriction. Чего? Не знаете. А хотите узнать? Может, вы не хотите? Хотите. Это интересно. Другое дело, это интересно, но с другой стороны, если вы не пишете на хаскель-эмэйле, это почти наверняка бесполезно. С другой стороны, может быть, имеет смысл выписать на хаскель-эмэйле, да, значит. Стимул к изучению хаскеля. Вы понимаете, чем дело? Изучай хаскель, то, чтобы изучать хаскель, это, конечно, весьма, так сказать, похвально, но все-таки это... Но все-таки языки программирования созданы для того, чтобы изучали. То есть, это просто некоторый накладный расход, да, значит, они нужны для того, чтобы писать программу. Вы же изучали на книжке. А? У меня же замечательная книжка, изучай хаскель, вы имеете в виду на хаскель. Есть, да? Уже появилось такое. Ну, в магазинах я бы не знала, но это надо. А, понятно. Я подозревал, что дело кончится этим. Я очень уважаю хаскель, да, вот, но, по-моему, на него ничего не написали, кроме компилятора. Нет, это очень здорово, на самом деле. Любопытно, что вот для демонстрации... Я вот, я не буду программировать при вас, я уже обещал, не буду. Вот, но это самое. Но если бы я вдруг вздумал, да, то я бы еще сто раз подумал, стоит ли это делать на хаскель, потому что, скажем, если мы говорим про обычную, ну, там, самую простую систему с фольборфизмом, то там это делать затруднительно, потому что он... Там гораздо более богатая система этих типов, и там это богатство начинает вылезать почти сразу. То есть там просто, если пользоваться компилятором, то у него невозможно в этих терминах объяснить то, что происходит. Просто там напишешь любую программу, да, значит, вопросить, показать эти типы, и вам нужно будет долго объяснять, почему он не такой, как вы только что рассказали. Ну, вот. Вот. Ну... То есть, в принципе, вот у нас три лекции, это следующее через одну, да, и вот я бы, наверное, так вот разбил как бы на три части. Первый – это вот обычный наш полиморфизм, обычный наш, ну, который будет наш в конце этого занятия, да, значит, вот. Второй, видимо, это будут консенциальные типы, объектность и там саптайпинг, наверное, так. И третий – это, видимо, типовая арифметика. Вот. Если мне удастся... Вообще, на самом деле, кто-то... Кто-то из умных, я не помню, кто, говорил, что это самое. Ни в коем случае не это самое. Не говорить, что произойдет. Не это самое. Не говорить заранее, что вы собираетесь сделать. Потому что тогда, если вам не удастся это сделать, никто не заметит просто. Вот. Но я не могу придерживаться таких вот идеальных планов, да, значит, и я поэтому сразу говорю, что я собираюсь рассказать. А если мне не удастся, то я опять, значит, себя уложу, и вот буду говорить, да, не надо будет мне это рассказать по каким-то причинам. Вот. Значит, за всем этим стоит наука некоторая, да, то есть теория и так далее. Да, все можно доказать, и у этого всего есть вполне формальная сторона. Вот, потому что мы с вами практически весь курс занимались тем, что мы обсуждали, что в языках программирования нельзя действовать, так сказать, интуитивно, потому что довольно быстро это приводит, ну, к трудностраневым ошибкам, потому что все неправильно работает. Вот, поэтому это все, конечно, есть, так сказать, обоснование, да. Но чтобы примерно иметь представление о какой-то работе, да, и тем более пользоваться, никаких таких формальных обоснований не требуется. То есть за вас уже все сделали, это все работает, этим можно пользоваться. То есть в любом случае никто никогда, когда пишет программ нахазке, ну, почти никто, да, значит, не доказывает никакие теоремы, там, да, просто пишет, исходя из общих соображений, из каких-то шаблонов написания программ нахазке, да, из каких-то свойств интуитивных. Вот, ну, а компилятор уже сделали умные люди, он проверит, правильно ли вы, значит, пользуясь этими свойствами. Почти всегда он в состоянии находить там ошибки, которые вы сделали, ну, не всегда, конечно. Ну, вот. Значит, ну, вот в самом начале нашего курса я говорил о том, что вот, что там, вот, развитие языка программирования, но идет там в направлении увеличения, там, абстракция, уровень абстракции при использовании, да. Вот, то есть, и в этом, вот, если принять это как постулат, да, что действительно так, что вот развитие такое программирования и программирования в целом держится именно в этом направлении, а не в каком-то другом, да, то тогда, конечно, вот те средства, которые предоставляют вот языки этого семейства, их, на самом деле, достаточно много в свое время было, вот, но сейчас осталось, в принципе, почти что два, да, то есть вот остался Хаскел, да, осталось и ML семейства, то есть это прежде всего Objective Camel и стандарт ML. Ну, есть какие-то другие языки, да, значит, там, язык Клин, например, ну, как-то они, ну, когда-то, когда я еще там начинал интересоваться, Клин был чуть ли не Кукурин Хаскелем, но постепенно, значит, вот Хаскелем вычислил это все, вот. И я далек от мысли рассказывать какую-то связанную историю, да, дать какую-то респективу, тем более, что я сам не знаю там все это в деталях, вот. Я просто хотел бы рассказать на примерах, да, про вот ту часть, ту часть, ту, ту, тот вариант интересной системы типов, да, который почти, почти в каждый из этих языков он входит в качестве ядра. Вот, называется эта штука системы типа Финдли-Милдера. Я напишу, а рассказывать, что это такое я не буду. Ну, то есть я расскажу, как она выглядит внешне, да, как-то внутри она устроена, не воду. Вот. Значит, ну, вот так, по-моему. Два раза человека. Как зовут Хиндли, я не помню, а Милнер Робин. Робин Милнер, один из известнейших исследователей в этой области. Говорят, у него, он даже не так и не защитил диссертацию, у него степень общения не научная. Говорят, но я ничего не проверял. Вот. Значит, что это такое? Это такая штука, в которой, ну, вот, как вы сами говорили, да, кажется, мы говорили, да, что тип данных можно рассматривать так вот, если совсем не студентуитивно, просто как некоторое множество значений. Да, вот существуют какие-то данные, там, всевозможные данные, которые могут быть в природе, просто все-все-все данные есть, да. Ну, и там эти данные можно как-то классифицировать. Вот. Типом данных можно назвать, там, некоторое множество значений, да, скажем, целый тип, это множество всех целых чисел, да, значит, там, список целых, да, списки целых, всевозможные последовательные целых чисел, да. Так вот, значит, в системе Хиндли-Милнера типы могут быть полиморфные, причем они могут быть полиморфные не параметрические, да, значит, это система параметрических полиморфных типов, значит, система полиморфных типов. Вот. Что такое полиморфный тип? Это достаточно простая штука. Это просто, на самом деле, некоторые, ну, если хотите, там, некоторые параметризованные сущности. Вот, значит, ну, принято обозначать типовые параметры, типовые параметры буквами, там, влеческого алфавита, типовые параметры, типовые и типовые переменные. Вот. И, значит, вот свойство этой системы заключается в том, что если такая типовая перемена куда-то входит, то она означает, что вместо нее можно поставить любой тип. Вот. Соответственно, значит, вот множество типов, там, в системе Хиндли-Милнера, да, значит, она стоит, ну, она, во-первых, стоит из обычных типов. Ну, например, там, может быть, там, тип целый, да, может тип Булевский, может быть, какой-нибудь там еще тип, да, наисок это есть. Вот. Плюс, значит, туда входит некоторое множество, ну, так сказать, вот, там, как это сказать, значит, параметрических типов, то есть, то есть, некоторых сущностей, которые превращаются в типы, когда мы туда подставляем, да, значит, некоторые сущности с переменами, которые превращаются в тип, когда мы вместо переменных поставляем в любой тип. Вот. Ну, самый простой пример, да, таких вот, такой, скажем, тип функции, альфа-бета. Да, это тип функции. То есть, скажем, вот, значит, как это правильно читать, это правильно читать так же, да, что вот если у вас есть альфа-стрелочка-бета, то для любых типов альфа и бета, да, значит, вот, альфа-бета тоже тип. Ну, например, если мы вместо альфа подставим int, а вместо, значит, бета подставим b, мы получим вот такой тип, да. Дальше, если мы вместо альфа подставим вот этот тип int b, а вместо бета подставим какой-нибудь тип, например, b в int, это тоже будет тип, понятно, да. Ну, вот. Значит, вообще говоря, сама система кидри-миллорана не требует каких-то таких вот особого обогащения, но на практике, конечно, мы всегда имеем в виду, что есть некоторое количество, во-первых, вот таких вот типов, которые полезны, типа вот стрелочки, там тип, ну, тип пары, например, да, там тип пары альфа-бета, да. Плюс есть возможность создавать свои типы таким образом. Значит, вот, значит, создаются эти типы, ну, в принципе, с точки зрения теории все равно, как, да. Вот. Да, значит, я забыл сказать, что вот, скажем, альфа-т, это значит, параметрический пневморфный тип. Значит, вот. То есть, вот, вот, бывает типа вот такие, да, бывает типа вот такие, да, у которых перед ними написано некоторое количество. Вот. Вот эта стрелочка тоже самое, да, это, на самом деле, это параметрический пневморфный тип от двух переменных. Понятно, да. Просто я пишу инфиксно. Вот. А это параметрический пневморфный тип тоже от двух переменных, только я пишу его в виде тренарной операции. Значит, разумеется, эти вот пневморфный тип можно создавать для того, чтобы их создавать. Я уже, что же скажу, про лагерические типы данных заодно, да, потому что все равно без них никуда. Вот. Значит, кстати, тут я начинаю уже отклоняться. В Хаскле это все из-за большой буквы, но неважно. Вот. Это все, если есть поддержка с Хаскле, то вот все типы, да, значит, они пишут из-за большой буквы, а типовые переменные с маленьких. Вот. Так. Их надо отвечать, на самом деле, синтактически. Вот. И, в общем, один из самых основных способов создания новых типов – это просто описание лагерического типа данных. В Хаскле это выглядит так. Здесь мы пишем какой-нибудь тип, здесь мы пишем его список типовых переменок, всех от кого он зависит, да, значит, их может быть сколько угодно, на самом деле. Ну, а дальше, на самом деле, написано вот что. Написано, просто описывается, каким способом значение такого типа можно создать, да. Здесь напишется большой буквы, некоторая сущность, которая называется конструктор, а здесь, на самом деле, написано, пишется некоторые типы. Я их проиндексирую вот так вот. Да, пожалуйста. Вот. Вот это, на самом деле, просто некоторое имя, да, значит, вот. А это просто какие-то типы. Ну, на самом деле, типов, в которых, если и входите в типовые перемен, то это, обязательно, одна из этих. То есть, не мог быть, не может быть свободных переменных, не связанных вот тут. Понятно, да? Значит, на самом деле, вот это все, вот эти все вот штуки, да, здесь еще вертикальные черточки стоят. Это просто, на самом деле, ну, если хотите, это функции, да, которые получают значения вот такие и возвращают вот такое, значение такого типа, да. То есть, вот, на самом деле, вот это CIT, да, оно имеет тип, в данном случае, такое, T1, 1, извините, CIT 1, CIT 2. И так далее. T, там, что там, КИТ, да, КИТ, ИТ, вот, стрелочка, T, X, Y, Z, и так далее. Вот каждая такая вот штука, да, каждая, она трактуется просто как функция, которая имеет вот такой тип. Она получает вот такие аргументы и возвращает ровно вот такое вот, вот с теми же этими самыми. Вот, там есть, на самом деле, расширение этой штуки, которое называется вообще аналогибрические типы данных, но про них мы говорить не будем, скорее всего, никогда. Вот. Давайте примеры приведу, чтобы не было страшно так. Вот. Ну, самый простой пример, скажем, ну, не знаю, например, можно ввести там тип пары, да. Ну, конечно, и так уже есть, но P, например, P, AB, это просто P, AB. Вот я так напишу. Вот это, это имя типа, да, значит, параметрических полиморфов, у которого там два типа их параметра, а это имя его конструктора, это разрешается. Ну, и вот эта штука попадает в выражение, а это в типы, поэтому они никогда не пересекаются. Это разные, наем спейсе совсем. Да, соответственно, вот это P, да, оно имеет тип вот такой. А, B, P, AB, как я и обещал, да. Это что, которое, значит, конструируется из двух элементов, там пару. Ну, более интересный тип, конечно, тип списка, с которого начинается просто все во всех книжках. Это либо NIL, либо CONS, а лист А. Вот опять-таки, значит, смотрите, здесь один типовый параметр, два конструктора, NIL и CONS. У CONS два параметра, А и лист А. Соответственно, у NIL тип, ну, вот этого всего нет, потому что параметров нет, просто лист А. И это нам сильно понадобится. Смотрите, как интересно. Вот NIL имеет совсем полиморфный тип, да. У него, он имеет тип лист А, где вообще ничем не определено, да. А CONS имеет тип, ну, соответственно, А, лист А, лист А. Эта стрелочка, она провоассоциативна. Стрелочка, это провоассоциативно, я поэтому не ставлю. Я это вот объявил, я скобки не ставлю, здесь вообще говоря, сколько-то нужно стоять. Ну, то есть, вот, понятно, схема очень простая. То есть, описание гибридического типа данных, во-первых, вводит просто имя и типа, и перечень его типовых параметров, да. Во-вторых, оно вводит, на самом деле, некоторое количество функций конструирования прямо на тот же. Вот, и все. А, значит, вот и симметричная конструкция для конструирования, симметричная, да, конструкция для конструирования, функция деконструирования, это, извините, конструкция деконструирования, которое называется сопоставление с образцом. вот вот я повторяю то что я сейчас рассказывал она не имеет отношениях системе хендель милана просто без этого очень трудно и привести что просто никакой программы нормально вот то есть технику просто важно что есть и там типы поправить их полиморфные дача к не устроены как греческанте приносятся из воздуха не имеет никого значения на самом деле вот значит ну как и как все как устроено все в хаскеле она устроена так значит вот пишем значит это вот вот эта конструкция да эта конструкция конструкция типового уровня описывает тип еще раз говорю на вводит вот это имя количество его параметров да значит и способ создания значения такого типа ну а вот эта конструкция конструкция уровня выражения на выражение может встречаться на самом деле там есть много разных вариантов там есть гард там есть и там специальность образцов в параметрах тип функции, но это неважно. Нам достаточно будет одной конструкции. Есть какое-то выражение, любое, какое хотите выражение. Потом пишется off. А потом вы должны на самом деле написать здесь образцы. Образцы устроены симметрично конструктором. Это просто имя конструктора. А здесь образцы для всех его параметров. K1 1 C2 P1 2 P2 PK2 P1 P1 P2 PK N Здесь стрелочки здесь выражение Е1 2 Понятно, да? Вот. То есть, вот видите, вот здесь, когда вы пользуетесь конструктором, вы должны туда весь параметр поставить выражение которые метки правильный тип да когда вы пользуете образцом вы должны место парамет поставить образцы вот что такое образец сам простое значит их на самом деле он сам ли там одна штука образца но обычно все керри различают их немножко значит во-первых может быть модификатор просто просто имя какой то что может быть почерк на На самом деле, в третьих, это может быть любое значение, конкретное значение. То есть, вот образец самый простой. Это, значит, идентификатор. Это почерк и это любое значение. Значит, ну и существуют некоторые правила, да, значит, это вот правило, как работает конструкция. Вот нужно, значит, взять вот это значение, на самом деле это неправда, но будем считать, что пока так. Надо взять значение, вот. Значит, дальше надо посмотреть, ну и значение имеет вот такой тип, раз так написано, да, значит. Вот оно имеет обязательно вот такой тип. Если он имеет такой тип, то это там не предкрансляция и так далее. Вот, раз оно имеет такой тип, тогда существует ровно один способ, существует ровно там N способа создать. Значение вот такого типа, да, как там было написано, да, значит, у нас создается только одним из этих конструкторов. Просто по-другому его не сделать никак. Понятно, да, поэтому, значит, здесь проверяет сначала, каким конструктором создан. Выбирается та веточка, которая, значит, это самое. Потом берутся те параметры, которые были переданы конструктору при создании. И каждый из них таким же образом рекурсивно сопоставляется с этими процессами. Понятно, да? Значит, осталось забраться, как происходит сопоставление с образцами такими простейшими. Значит, все очень просто. Значит, любое значение сопоставляется с идентификатором. То есть, вообще, сопоставление с образцом, у него, значит, два эффекта. Во-первых, сам признак того, что сопоставление получилось или не получилось. И, во-вторых, это связывание имени с каким-то значением. Понятно, да? Значит, вот так вот, любое значение, если у вас есть образец идентификатора, то любое значение с ним сопоставится. Будет считаться, что сопоставление ему-то получилось. И этот идентификатор будет равен тогда этому значению. То есть, он связывается с тем значением, с каким он сопоставился. Вот. То же самое верно для почерка, но только почерк – это не имя, поэтому, вот, понятно. Просто это почерк, который говорит о том, что мы сопоставились с чем угодно, нам это не важно. Ну, и, наконец, значение сопоставляет только с ним самим. Вот. Ну, как это выглядит на практике? Ну, вот так и выглядит. Скажем, если у вас есть... Скажем, если у вас есть... Ну, скажем, список, да? Или как-то лучше пара. Давайте пару смотрим. Значит, вот. Вот это некоторое выражение, которое вы откуда-то взяли. И вот вы можете написать, скажем, один. Вот. Вот. Это, значит, это... Вот сопоставится только с такими парами, которых первый член одинится. А второй, как и попало. Да. Если вы напишите... Ну, самое простое, значит, вот. Если написать на Хаскеле функцию, которая получает первый элемент. Вот, скажем, P. KSP. Извините. KSP. Off. P. X. Вот это первый элемент. Да. АСНД. Вот второй элемент. Вот. Вот так и программирует на этом. Вот. Вот теперь у нас есть все для того, чтобы можно было дальше с этим разбираться. Значит, дальше я буду пользоваться аггерологическими типами данных. Если мне понадобится, значит, для иллюстрата чего-то из постарения со образцом. И буду считать, что вы все это понимаете. Так вот, если я вернусь к системе Хидли Миллера, значит, то, еще раз говорю, значит, чтобы это все работало, там нужно, чтобы вот были некоторые условия соблюдены. Вот. В принципе, это все формулирует для вам дочисления. И там доказывается, что это вводится. Оферационное снимательное вычисление, да, значит, вводится с учетом типов, да, значит, и вводят некоторые правила, доказывается кое-что, доказывается существование там некоторого общего типа всегда, да, значит, и то, что вот программа, которая типизируется, на ней может себя вести плохо, да, значит, вот. Но мы все этим заниматься не будем. Вот. Значит, я просто изложу несколько принципов, да, которые лежат в основе применения системы, и вот. Дело в том, что, значит, вот один из основных принципов здесь – это вывод типов. Вот. Когда мы говорим про другие типовые системы, скажем, ну, там, не знаю, там, какие-нибудь, там, Паскаль, Аберон, например, да, там, Джао, какие-нибудь такие, Алгул-Шит-8, вот прекрасно, да, значит, то мы сначала мы должны, значит, торжественно объявить, что вот мы здесь имеем дело с такими-то типами, вот, такие-то значения имеют такие-то типы, значит, и вот. И тип описывает структуру значения просто исчерпывающим образом. То есть мы точно всегда знаем, что это может быть, что это не может быть. А дальше, когда мы, значит, вот объявили, да, значит, торжественно декларировали все свойства, которые нам нужны, да, значит, просто декларировали, описали все типы, все типы всех переменных, параметров, функций, и так далее, То есть я просто проверил, что мы нигде там не ошиблись, frank, что мы действительно все это, это самое. Ну, это на самом деле достаточно бывает неудобно, потому что нужно заранее знать, чем вам понадобится. То есть сначала вы, там, заводите какие-то типы, там, потом появились какие-то функции, да, значит, потом вы пишете, он вот понимает, что там чего-то не хватает. Вот нельзя просто так исправить. нужно сначала подумать во что я должен вылиться на типовом уровне да исправить все типы да иначе потом уже можно что писать вот поэтому очень многие люди они старые времена значит они любили типа эти пизерные языки говорили слишком сужать нужно делать двойную работу да значит вам просто проверяет что я нигде не ошибся но это вот ну так вот смысл учиться в том что если мы находимся ситуации значит вот параметрического полиморфизма и система хиллевин народ нам не нужно писать типы вот он просто будет там компилятор до на 4 там степо и стем более правильнее говорить да она будет более правильно говорить она будет сама типа выводить вот и смысл получается в том что все так тщательно подобрана дата к систем построен до что если что-то имеет смысл это будет тип мы почти наверняка да если типа нет тогда вот там что-то не получится и нам скажут что что-то не получилось вот ну вот давайте начнем какого-нибудь простого примера скажем вот напишем функцию скажем напишу функцию такую она довольно часто встречается это этого текст на хаскеле на самом деле есть написано что это f это параметр равно x вот вот тут значит мы всегда начинаем мы пытаемся определить тип любого выражения на самом деле у них любого выражения в окружении вот значит нас в данном случае интересует грубо говорят это выражение выражение x когда мы если x это выражение самый верхний уровень то мы начинаем пустом окружении нас больше ничего нет кроме x какой может быть тип мы не знаем да в нем мы не можем прилить у нас значит вот мы не знаем поэтому значит вот система хендер миллар говорит нам что у него тип просто и вот любой да то есть вот она просто говорит что раз так твой тип альфа вот и все и вы вот ну какой тогда тогда будет тип уев да значит смотрите раз вот мы начали с этого да и мы вас постом окружении анализировали мы узнали что типу этой штуки то альфа но тогда вы это чтобы тип тоже альфа потому что то явно функция функция фунт который отображает вот эти типу эти соответственно вов получится тип альфа альфа вот так примерно тогда значит вот здесь на самом деле конечно тут есть и варианты я потом про них расскажу вот понятно да значит вот к чему это приводит но на самом деле сказать если бы так поступать если так поступать без должных вставать довольно быстро приведет к к себе неприятностям да вот но вот к счастью если поступать в умуд и 5 не возникает значит тут вот в чем дело значит предположим что у нас вот этот x он декаду большое выражение там допустим одно выражение к этой еда и в нем есть на вхождение икса вот одно и другое значит вот вот эти эти вхождения этих разных иксов до него они вообще гранализируются без этих самых без без связи друг с другом да то есть вот пытается просто совершенно совершенно независимо здесь вывести какой-то один тип да там ты один а действует совершенно другой тип это два да вот в конечном итоге это должен получиться общий какой-то тип да значит вот один он не может быть вывести может и двух разных так вот тут возникает такая задача да значит здесь надо бы найти как бы да значит для их такой тип который был бы наиболее общем наиболее наименьшим общим типом для для t1 и t2 понятно да так вот 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 собственно говоря вот такой тип да значит он называется главным или по английски принципу type да значит вот сейчас напишу так надо идти наибольший общий тип но наиболее общий тип для t1 и t2 вот вот такой тип называется что это вопрос ну да ну да то есть зависит того на самом деле как что что вы считаете больше что меньше да значит если 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 трактовать теоретика множественным образом да значит тогда он должен быть на наименьшить и включающий как-то один так это два так вот самую часть за в том что все есть так тщательно разработано что в общем во всех вообще вообще во всех значимых ситуациях это принципиальный тип существует принципу да и на не написавшую из принципу то я плечу принципу то и главный тип вот что значит во всех значит это означает что просто если по каким причинам не нашлось скорее всего и будет на наберете ошиблись значит давайте да так вот да главный тип главный тип всем хилле милландарм получать за счет за счет унификации типовых выражений что такое унификации типовых выражений просто такая постановка это переменных которые согласно постановка перемен на два разных типа которых переводят их в одинаковые ну например смотрите давайте я сначала скажу мир про унификация потом мы потом посмотрим как то унификация работа на практике да что можно делать системе к интерес свойства возникает и как реализуется все вот я такой план но я не знаю у меня время это осталось 35 минут вот но я вам уже наобещал что следующий раз будет социальный тип я не знаю даже вот унификация это просто чтобы унификация пришла из логики да значит и унификация там двух термом дастись переменными это просто воду знаешь с которым это значит вот ну вот типовые выражения наши типовые выражения да они стоят и я не стоят из чего на самом деле это просто именно типа вода плюсы и их применение там кто же как каким-то типом выражением да ты здесь у вас есть скажем ну какие у вас типовые выражения у нас есть там грубо говоря тип tomarant времени да вот есть какое-то имя кого-то тип которые уже есть и у нас есть примере применение доной часка как какого-то типа до каким-то там там тебя выражение вот нас атаки это насчет на самом деле это просто обычный термос переменными там логике там какой-нибудь там хоть 1 порядка хочу понятно да значит а вот ну и и унификация вот у вас есть вот у вас есть там два типа разных вот это один есть тип это два там в нем в них возможно входят в эти типовые выражения входят какие-то переменные может быть нет неважно да так вот надо вот они унифицируются да значит нехороший нехорошие значок улучшу такое аанифицируется есть эффективная постановка такая переменных такая что она подставляю смысле пасмонки сюда подставляет толстыascу сюда просто посланок разостановка вместо переменных сразу да значит причем все в хождении 1-й трик он заменяется она на это же конечно вот вот подставляем вот что-то здесь представляешь это здесь получилось одинаковые типы. Вот это называется унификация. Унификатор – это такая постановка. На унификаторах на самом деле есть отношения частично порядка. Некоторые унификаторы более… Ну, например, смотрите, вот у вас… Я объясню, значит, некоторые унификаторы лучше, чем другие. Вот смотрите, у вас есть, например, альфа и бета. Вот, например, унификатором для этих двух типов является вот такой, например. Вместо beta подставляем альфа. Вместо beta подставляем альфа. Понятно, тогда здесь останется альфа, потому что beta здесь нет. А здесь будет альфа. С другой стороны – например, вот эти два типа можно унифицировать, например, так, там бета скажем – в ноль, альфа – в ноль. И здесь тоже, там бета – в ноль. Ну, ноль – это какой-то тип, альфа – в ноль. Тогда тут получается 00 тоже не фиксировал ось но понятно что вы как лучше почему он лучше потому что если модифицируем и вот эти два типа ледова термос он учет в élling frq потом то что получилось может почеку другого не в конце давести воду такого понятно да то есть все что можно получить с помощью это можно получить с помощью вот это и чожет другого то есть это более общие а если вы здесь получили такое то здесь обратно же не были не получить потому что это не поединение переменные понятно да вот значит это унификация такая стандартная логическая это такое такое орудие вот сильно сильно важно и в прологии сильно используется он там учителя хоху хоровский дизюнктов это вот все сидит на унификации начали фикация принципе если делать ее на коленках она экспоненциальная по сложности есть алкогритм полиномиальный который очень сложный вот значит а кстати вот я а я могу следующий раз значит вот большинство реализации типа и типовый тип type checker of которые есть да в мире вот обычно шиза когда вы будете к нам точно так и просто проверял да значит они используют свою специальную экспоненциальную унификацию ну так проще написать и почти всегда она работает быстро есть короткие программки на это самое на на и мыли до в которых type checker уходит экспоненту программка коротенько да type checker он работаем цельно там все все падает понятно да имейте ввиду что это самое но это это просто пример того что что действительно значит вот бывает худший случай алгоритмы плохие да которые на сами заработают но там нак на ко мне написано миллион срок кода да не мне один за ними не упал того чтобы стать type checker то не справился с этим понятно да я вам извиняюсь вас покажу пример он очень искусственный его я невозможно запомнить то есть я по крайней мере не не помню но очень короткая программка вот тип есть он есть но по дороге там нужно сделать такие вот там возникает румы потому что все плохо вот да так вот унификация значит почему унификация хороша потому что почему она здесь как бы просится ну потому что вот смотрите два разных типа да значит вот могут ли эти типы быть одинаковыми да в какой-то момент но они могут быть если ли их есть унификатор да если вы найдете сам бы самого общего не унификатор как это бы самый общий тип понятно да вот давайте что нибудь посмотрим как это работает примерно надо часто писать какой-нибудь абсурдный код но который имеет тип и потом показать как он выводится это не так просто самом деле то есть принципе написать просто абсурдный код можно вот это слегка вот но так чтобы не был тип который вывелся давайте я давай так я напишу совсем полностью абсурдный да потом будет смотреть где нити мне не получается будем справлять вот начали уже совершенно без бездумно fg h и я думаю нам достаточно я пишу на хаскеле так значит у нас будет у нас здесь будет только один тип тип стиле тип стрелочки да то есть мы не будем никакими другими типами пользоваться может быть я даже зря его лома гибридовские типы но они все равно пригодятся рано или поздно то есть нас будет пока что действовать и потоку это альфа бета но сейчас я напишу совершенно бездумную культ конструкцию ну скажем так наверное вот так черт я боюсь что у меня не получится ничего если буду совсем бездумно писать так сейчас 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 ж и и и и чего-нибудь еще вы устроить сейчас секундочку я думаю хватит я думаю что хватит он даже такой абсолютно кому же показаться вот значит как мы не будем действовать да сейчас мы увидим него типа не этим должен быть в принципе скорее сюда получится вот значит мы начинаем просто откуда-нибудь снизу да значит самое ниже что у нас есть это и какой тип и никакой не знаю какой тип мы считаем что типа переменная да значит вы смотрите мы считаем что и равно альфа пока что мы зафиксировали это давайте рассмотрим следующий конструкт вот этот да значит это применение функции к чему-то там да вот какой тип имеет то то к чему мы применяем значит вот это вот и как вы видите по но иметь тип альфа уже да правда значит вот и иметь тип альфа поэтому аж имеет тип да он читаж имеет тип на самом деле из альфа куда-то но куда мы не знаем поэтому пишем бета здесь будет хорошо здесь не будет снификации надо потом мы добавим чтобы она была вот теперь смотрите же имеет тип вот отсюда сюда да значит соответственно же имеет тип из альфа в бета из альфа в бета в альфа вот но тут тут плохо потому что потому что здесь вот и все данность ответственно f имеете посмотрите какое начать если получилось без себя и без всяких усилий значит имеете вот такой вот и и язык вот вот патент надо взять типа да потому что же вот у нас до альфа в это второе это аж аж имеет тип альфа в это 3 у нас тип и это альфа до результат у нас а потому что я неправильно писал уже здесь на самом деле гамма вот один вы другом это значит первый параметр второе результат мы не знаем какой понятно да то есть то есть стрелочкой первое а на лишние нужно было бы где среди лишние на не лишние где действует на что-то и действует и да вот на наш до аж иметь тип альфа бета потом второй аргумент у нее аль это и иметь тип альфа до результаты мы не знаем какой же всегда так делаем а я пока реки рассказал не знаешь такой каринг если вот есть к аргументу да то это все равно что вы получаете функцию 1 значит у вас смотрите если f x y d да допустим то это все равно что да это f от x которая до функции от игрек за да и так далее вот поэтому здесь вот типа такой получил вот здесь ничего интересного с не произошло потому что у нас потому что у нас потому что у нас не было нефикации до ночи но она мы сейчас ее сделаем я сейчас здесь снаружи припишу аж вот так вот вот и смотрите мы ночи добрались для я все изменится А вот, значит, смотрите, у нас теперь есть для E есть тип альфа, у нас тип получается альфа-бета, для G тип альфа-бета альфа-гамма. Теперь, соответственно, вот для этой штуки, для этой штуки у нас тип гамма. Вот эта штука имеет тип гамма. вот но это но это гамма да значит она должна иметь тип альфа да поэтому разе получается альфа вот видите значит мы такси минификации на самом деле но хоть что-то альфа да вот понятно да ну вот ну я думаю что это пример достаточно значит вот все остальное все чудесные свойства что вот все что она пишет она имеет смысл тогда когда есть принципиальный тип да общий тип это просто следствие хорошей проработки типовой системы свое языка самого то есть системы для миллера она значит вот если следующим образом да значит она выводите браки вот она вывод типа начиная снизу вверх да при этом тип каждого выражения он он выводится на самом деле как в контексте которые в окружении которые получены анализом там на предыдущих выражений да значит вот иногда получается что ну как какие бывают там скажу типичные ошибки ну например давайте так вот давайте какой-нибудь пример напишем на хаске который явно не имеет никакого смысла ну что-нибудь например f там не знаю же x ну например смотрите там же от x плюс там же плюс 1 вот например такая штука да вот значит если мы посмотрим на давайте пробуем весит лет войти будем считать что нас есть там и тип целых да значит и в нем есть операции плюс значит вот начнем вот отсюда да значит скажем x имеет тип очевидно альфа на ночь тогда же имеет тип альфа бета да дальше значит начинаю идти сюда один имеет тип int да значит вот это здесь на самом деле написано ниже плюс один а плюс же один да это просто применение функции значит и мы знаем что эта функция там из целых из пары ну из целых целых целые даже поэтому же должны иметь тип его здесь же имеет тип целый и давайте пробовать этот целый тип и унифицировать вот с этим не получится понятно да ну вот тут здесь сломается и вывод типов то есть вот вот этот тип да вот вот альфа бета им еще невозможно сценивать ну где как-то не сделать нет нет установки потому что чтобы вы не поставляли сюда вместо перемены стрелочка все равно останется потому что вы может пострелами вместо перемены все все что хотите но чтобы не поставляли вместо олив и что вы не посоле место бета вы от стрелочки не избавитесь никогда. А здесь вообще ничего не изменится, потому что это интертTER. Здесь вообще переменных нет. Здесь будет всегда стоять интеджер, а здесь, чтобы не стоять, будет стоять стрелочка чего-нибудь. И никакими постовками вы не превратите их одинаково. Почему у нас уже не интеджер, стрелочка? Ну, даже если это и так. Все равно стрелочка. Ну, там у нас уже... Нет, почему у нас в правом томатике уже не интеджер, стрелочка? ну даже если это и так нам важно не не то чему равны альфа и бета то что же эта стрелочка чтобы не было вместо альфы чтобы не было вместо бета все равно же эта стрелочка не тогда вы не можете вот стрелочку никак убрать поэтому вот на самом деле если у вас есть какой-то конкретный типа исток а вот полиморфные до значит что вы можете превратить 1 другой только вистой переменная это надо потому что практически невостейali можете менять ходить только вы можете мять его параметры яда вы самого не поменять если они перемены то есть вот здесь значит какой обеспечивается на самом деле вы можете сказать что хотите на самом деле вот значит компилятора из того что вы написали пытается ввести тип покули вот если он выйди кеме тип скорее всего это это правда. Ну, конечно, не гарантирую, да, там, вот, значит, ничего. Но, скорее всего, это правда. По крайней мере, скажем так, стадия отладки при программированных на таких языках она занимает настолько мало времени, что отладчиков нет. Когда они есть, им не пользуются. Вот, скажем, под камнем есть и камнем дебаг, под хаски какие-то есть разговоры про отладчики. Но это далеко на периферии находится, потому что в хаске такая система, что если вы про него через нее прошли, скорее всего, уж там все худшее посади. Но самое интересное заключается в том, что да, что вы избавлены от необходимости изобретать типы. Да, вот в чем дело. Доказка совсем не так, потому что там есть большая часть, которая находится за пределами системы Хингли-Милнера, и там... Что? Вот это вот того, о чем я рассказываю. Вот. Там, ну, там, да, довольно большое количество этих самых, там, скажем, есть классы типов, да, там и нужно писать и довольно много вещей иногда. Но если оставаться в пределах такого просоха, сказать, да, вы можете не писать эти типы совсем. Это отличается, грубо говоря, это отличается от таких, как бы сказать, как бы декларативных языков, в смысле, где вы должны были идти по указу. То есть вы должны были заказать некоторые свойства сначала, да, а потом как-то проверять, что вы за них не выступаете. Да, есть вы пишете, что хотите, да, но просто как-то проверяет, можно ли вообще это сделать. Вот. Значит, у этого всего... Я еще один с минуту поговорю, потом про реализацию. Вот. Значит, в таких языках, как Хаскель, которые являются, в основном, строгими, да, то есть язык беспобочных эффектов, это самое важное. То, что является строгим языком беспобочных эффектов. То есть он настроен, он основан на настоящем рамда числе. На самом деле, конечно, там есть дырки специально сделанные, то есть там есть парочка функций, которые нарушают всю эту строгость и так далее. Там есть функция, которая гарантирует, что у нее один аргумент вычислен, чем второй, и это, в общем-то, все ломает. Но без этого никак совсем уж там. Рано или поздно все-таки реальный мир вступает в свои права, и без совсем уж... Ну, то есть совсем на таком... Ну, этим, конечно, не пользуются, в основном, когда пишут на обычный остальный код. Вот. Вот, значит, вот если, значит, если, как сказать, говори про концепцию Хаскеля, да, значит, вот как чистого языка, то там вот мощь от системы, она просто в полную мере выступает. Вот. И сейчас я вам покажу какие-то забавные соотношения всего любопытные, которые, значит, там выполняются по-настоящему. Хаскель, где это можно доказать. Вот. Ну, например, вот если у вас есть тип пар, вот вы смотрите, такая функция. Функция, назовуя вопросик. Вот у нее вот такой тип. А запятая Б, стрелочка А. Это пара? Это тип пары, да? Значит, вот. Как вы думаете, что делает эта функция? А? Вот, значит, это функция, которая берет первый элемент пары и ничто больше. Вот в Хаскле можно доказать, что если у вас функция имеется такой тип, то это самое, то это вот ровно ФСТ. Только одна функция имеет такой тип, в Хаскле. Тип определяет семантику, понимаете? Мы с вами говорили, что тип это свойство статической семантики, да, то есть мы, грубо говоря, загрубляем свойства программы, унифицируемых по всем фондам данным, вот, значит, это самое. И вот, и вот, и вот, да, значит, это самое. Но вот на самом деле оказывается, что в таких ситуациях статическая семантика просто становится синоним динамической. То есть глядя на этот тип, мы очень знаем, как работает эта функция. Ну, аналогично, да, типа СНД, А, Б, это, это вот есть функция имеет такой тип, то это только функция, которая берет второй элемент пары. На самом деле одно из двух. Либо берет второй элемент пары, либо не завершается. Вопросы? Ну, а если у нас, допустим, А, если мы про тип А, что мы знаем, то, что А, это А? Ничего не знаю. Эти типы, значит, эти типы, они универсальны. смотрите, я на квантер всеобщей с самого верха, да, в этих всех этих самых. Еще называют полиморсистемы типы, с поверхностными квантерами, да, то есть по всем типам стоят квантеры всеобщей по всем типам, причем с самого начала. Понятно, да, значит, это гарантирует, что если, это просто гарантирует, чтобы, какие бы ни были А и Б, всегда эту функцию можно применить, и не будет никаких ошибок. Понятно, да, никаких, вот ничего другого не может быть там. Приведение типов нет, преобразование типов нет, тип вот как был, так и остался, никогда он не меняется во время исполнения, и никаким образом, на самом деле, вам нельзя изменить вычисление, зависит от типа. Почему это? Потому что просто нет таких конструкций, потому что, когда вы пишете, нету типов, они возникают при выводе. Понятно, да? То есть вы не можете, у вас не может поведение изменить зависит от типа, потому что типа определяется поведением. Понятно, да? При выводе типа, значит, типа определяется поведением программа. Поэтому программа сама поведенствует в зависимости от типа не может никак поставить. Вот. Ну, вот другой там, пример. Это тип списка. вот такая функция ну тут есть раздавали разумеется на можно завершиться да вот что еще можно сказать такую функцию значит на самом деле зачитал смотреть что 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 может произойти до значит поскольку опять-таки это любой тип значит вот то вот результат то что ты стоит справа стрелочки это это на самом деле список тех же самых элементов возможность повторения другом возможно другом порядке совершенно точно они могут появиться новые элементы только что мне было их просто никуда взять нельзя получить значение а из воздуха все что получает а функция получать в параметрах то есть на самом деле вот результаты функции это просто список составленные из тех же элементов таким-то образом каким-то образом то там не мог появиться но в этом мухе это пропасть может это выкинуть да значит там вот но совершенно точно что это самое вот ну и интересный пример вот такой тип что мы как и протокол функции она не завершается да потому что они нет кто взять просто значит это все это все возможно для для языков строгих да значит вот для чистых извините извините для чистых языков вот для камня это уже не так почему это не так потому что например я могу ну ну насчет а конечно это я ну короче говоря то можно это войти вот конкретно вы выдаетесь то скорее всего все будет точно так же да ну там существует ситуация когда вот может показаться что это не так вот вот не знаю рассказывать или вам про я не буду розказа про полиморфизм про генерализацию у нас не останется времени ярко про реализация этого всего значит это все оставалось бы чисто наук и да значит такое совершенно не применима если бы не оказалось что ли это может подольше просто реализацию это всего есть просто реалиция это реализация просто я просто утверждаю она значительно проще чем скажем там реализация то объектного полиморфизма с наследованием и так далее такие типы до реализуются гораздо проще чем чем чем-то все что что нагорожено там джави все плюс и вот это все гораздо проще в хаскале сложнее там 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 в общем-то почти каждая функция несет с собой там большой чемодан и мало то что на его несет на вы довольно часто там развивает на другие чемоданы соединяет в третье да и передает он другим функциям так что там вопрос открыто в комле конечно там вот там где нет классов типов до ночи там где там все достаточно просто значит здесь все упирается в то что она уже как представлять за те альфы да значит у нас вот теперь возникает тип которым про которому не знаю ничего он может быть любым да но тут есть подсказка значит дело в том что если тип любой в какой-то функции здесь функция какая-то получение начнил алифо а на 7 сделал ты не можешь нужна самом деле раз не совсем любой да то есть не может делать который что можно из любом тебя с любымТего может делать нечего на сам скажем напечатывать нельзя да там добавить едини自由 система gemacht люди на самом деле на самом деле если вас тип альфа это aberda это 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 все равно что тип который влияет пересечение всех типов да значит и это просто неопределенность у короче гразе çok типа альфа ничего функций могут если у него и параметры альфона если ничто теперь делать ему она может только там другой шанса придать его Mulas еле все нам может вернуть и при другую функцию мало того если у вас функция что ي значит это самое что у нее типо альфа до выходит значения то та функция dando передает тоже считаю что у нее альфа потому что нельзя альфа передать функция который ожидает конкретный тип это опять таки конкретный тип с альфа не унифицируется в обратную сторону да Понятно, да? Вот смотрите, если у вас тут, может быть, имеет смысл пояснить, вот предположим, что я написал вот такую функцию, да, значит, вот я написал функцию, там, f от x, есть x плюс 1. Отлично, у меня, значит, тип функции f – это интеджер в интеджер. Понятно, да, безусловно. Да, значит, вот. Стоит ли теперь, значит, ее использовать внутри какой-то функции, как то, к чему я ее применю, превратиться в интеджер моментально? Понятно, да? То есть, если я вдруг, значит, у меня там, я хотел написать какую-то функцию, которая была, у которой бы, там, скажем, параметры x имел бы, будем бы там тип какой-нибудь общий, там, скажем, альфа, да, но если я к нему применю f, да, то у меня x превратится в интеджер, все. Да, а из интеджера уже мне ничего не сделаю, да, как, как-то, говорится, с дону выдачи нет, то, что превратилось в конкретный тип, уже не может, не превратиться больше. Понятно, да? Поэтому, если у меня функция есть альфа, да, значит, это просто все что угодно, я ничего с ним могу сделать, могу отдать только другую функцию, а тоже там ждет альфа, и все. Я не могу передать ее функцию, который идет там интеджер или структуру или список, потому что я просто, если бы я это сделал когда-то, да, тогда у меня то, что у меня есть, было бы не альфа, а интеджер или список. Понятно, да? И из этого означает, на самом деле, что нам все равно, как-то устроено. Разве сейчас этим ничего делать не можем, да, там и все равно. Вот. На самом деле, значит, реализация здесь очень простая, значит, все значения, ну, без оптимизации, если говорить, да, значит, все значения, которые есть в таких языках, они превращаются, они представляют в виде указателя. Ну, что-нибудь там. Понятно, да? Вот, значит, как устроены, ну, скажем, алгебрические типы данных, да, значит, алгебрические типы данных, вот значения алгебрических типов данных, которые самые важные, да, они устроены в виде, ну, вот, как его там, это называется, это там с 60-х годов известно, называется тегированное юнион, тегированное объединение. Ну, здесь просто некоторый набор слов, ну, примерно, давайте так, значит, здесь сначала лежит слово, в котором написано, с помощью какого конструктора мы создавали. Это я просто номер конструктора. скажем 1 1 2 конструктор этот третий конструктор да вот есть что лиже то есть лежат значение которое передавайте конструктору к представить значение так пристально все значения да они писали видит указательно что нибудь и вот указать на эту штуку это есть на же значение понятно да значит и значение занимают грубо говоря там один указатель поэтому если вы из него делаете список или структуру или там что-нибудь еще дата все эти значения грубо говоря в структуре звук полей всегда занимает на это же место это просто за структуру это мы там пары звук казатель до ночь список там и чего угодно это список пар до значит указатель на значения которые все все одинаково да и указать на следующий момент понятно да то есть вот за счет того что мы вводим так называемый вот боксинга то есть мы представляем все значение косвенным образом у нас все значения кажется устроен знака понятно да значит дальше если вы знаете конкретный тип да если вы если с функциями какой конкретный тип дата вы просто знаете что она получит указать вот на такую структуру что знаете а если знает она получит указатель отдаст указатель и вернет указатель это все не живет сборка мусора и сборка мусора не живет потому что не определить когда когда то что кончается но сборка мусора это такой почтенный механизм, и даже эти языки, в которых можно сделать газ домеешься, все равно требуют сборки мусора, поэтому это не ограничение. Короче говоря, у этой всей штуки системы химдельмилна, у параметрических паниборфных типов универсальных, казалось, очень простая модель реализации. А у нее есть варианты разные, с оптимизацией и так далее, но очень простая модель, которая позволяет получить просто все выигрыши без особых холодных расходов. Понятно, да, значит, ну вот, это вот, это первая часть нашего, значит, вот разговора о типах, вот, я вам всем рекомендую, поскольку, конечно, я не смог во всей полноте рассказать про это все, почитайте что-нибудь там про это дело. Возьмите, ну, не знаю, из-за слышно, предпочитайте. Знаете что, вот, нет, нет, возьмите просто описание, возьмите просто описание сандартной библиотеки. Проще всего, значит, где-то там хаскалиорг, да, почитайте сандартную библиотеку. Посмотрите, там, скажем, модуль, да это лист, да, значит, посмотрите, что можно делать с помощью полиморфной функции. И всегда держите в голове, что все эти маленькие буковки, А, Б, Ц и так далее, любые типы. И протащитесь, что можно делать там вот с любыми структурами данных, да, значит, вот, совершенно единообразно. Да, еще раз забыл сказать, это очень важно, некоторые не понимают, надеюсь, что вы это поняли, что если у вас есть полиморфная функция, да, то она существует в одном экземпляре, ее код машины компилируется там во время исполнения, во время компиляции один раз. Не бывает раз, если у вас есть там, если у вас есть функция, которая там из альфа-лист в альфа-лист, да, значит, она одна, физически существует одна. И одну, единственную, да, единственную экземпляре, один тот же, тот машинный код, можно выполнить там для списков любых этих самых, любых, это сильно отличается от того, что, скажем, есть, не знаю, там, скажем, C плюс Люси. Если у вас есть там теплее, да, то он будет инфицироваться просто физически, да, почти декстовым образом для каждого типового параметра. Здесь вот функция полиморфная, так же, как в дженерике в Javi, так же, как в дженерике в C-шарпе, да, но хотя это, конечно, уже там, так сказать, вариации всего это. Это настоящий, живой полиморфный код, который действительно, он может быть компилирован совершенно отдельно, и вы можете вызывать его для тех типов, которых вообще не существовало в природе, в тот момент, когда эта функция писалась. Понятно? Да, это надо понимать. Спасибо за внимание.